Всем привет, меня зовут Пётр Воликов, вы смотрите Спорт Шрёдингера, и у нас последний выпуск про чемпионат мира по боксу можно выдохнуть. Хух, тема на самом деле. Четыре золотые медали завоевала сборная Казахстана в Ташкенте. Наши чемпионы Санджар Ташкенбай, Бахмуд Сабархан, Асланбек Шенбергенов и Нурбек Оралбай. Четыре золота у нас всего лишь во второй раз в истории. В финалах против Узбекистана счет и вовсе 2-1 в нашу пользу. Еще чемпионат мира точно запомнится двумя нокдаунами от Сабархана в финале, исполнением гимна Акапелла от наших болельщиков, слезами счастья от Шенбергенова. Да много всего на самом деле запоминающегося. Сейчас я расскажу и поделюсь своими эмоциями. Приятного аппетита, кетек! У нас два выпуска за два дня, Джиги! Думаю, что можно вот за эту кнопку подписаться, тыкнуть. Чемпионат мира в Ташкенте второй по успешности в истории сборной Казахстана. Десять лет назад на домашнем турнире в Алматы у нас также было четыре чемпиона, но больше серебряных и бронзовых наград. С Ташкента везем одно серебро, а вот бронзы вообще нет. И это даже, ну, на самом деле, хорошо. Полуфинал ведь идеально прошли. То нашему триумфу в финалах задал самый юный и самый легкий наш боксер, 19-летний Санжар Ташкенбай, 48 килограмм. За два года он выиграл и молодежный, и взрослый чемпионат мира. Реально топовое достижение. В истории нашего бокса такое удавалось только одному человеку. Насчет раз-два-три попробуйте угадать. Раз-два-три, время прошло, это Геннадий Головки. Правда, с разницей в три года. Ташкенбай настолько уверенно двигался по сетке Ташкента, что самый легкий бой, это, как ни странно, выпал у него на финал. С нокдаунами прошел узбекистанца Шудиержона, Меликузеева и японца Казуму Аратаки. А потом спокойно убрал россиянина Эдмонда Худаяна. В финале против грузина Сахила Аллахвердови Ташкенбай был абсолютным фаворитом. И это несмотря на статус Сахила, чемпион Европы, бронзовый призер прошлого чемпионата мира. Лучше всего доминацию Ташкенбая подтверждают оценки судей. 5-0 в первом раунде, 5-0 во втором, 5-0 в третьем. Бау! Раунд! Машина. Заслуженный триумф Ташкенбай добавил золото чемпионата мира к золоту чемпионата Азии. А вес 48 килограмм потихоньку становится. Как приятно это осознавать нашим, казахстанским. Потому что на прошлом чемпионате мира золото здесь забрал именно Тимиртас Жусупов. Как раз таки у 35-летнего Жусупова и выиграл конкуренцию Ташкенбай. Что известно нам о Санжаре, он из Астаны, из многодетной семьи. Боксом занимается всего лишь, будете удивлены, 5 лет. Записался на секцию в 14, а до этого занимался ММА по примеру брата Роуана. Пошел на бокс под влиянием Геннадия Головкина и Деньяра Леусинова. А в ринге, по его словам, старается действовать как раз таки как и Леусинов и Флойд Мейвезер. Технарь в общем. Ну и с ударом, как вы заметили, в Ташкенте все в порядке. Вторым финале в Ташкенте из наших выступил Дулат Бигбауа в 67 килограмм. Дулат, честно скажу, выступил на чемпионате мира выше ожиданий болельщиков. Перед началом турнира его не включали в число тех, кто может привести медаль. Но очень уверенно он шел по своей сетке, с которой немного даже повезло. Первый известный соперник был только в полуфинале. Бронзового призера прошлого чемпионата мира грузина Лашу Гурули Дулат победил уверенно. Но, кажется, оставил слишком много сил. Там еще и скорости у боя были просто бал. Видимо, 4 боя и общая усталость казались на Дулате в финале. Здесь его соперником был Асад Худжа, Муедин Худжаев, хозяин ринга. Первый раунд забрал Асад Худжа с позиции второго номера. Он чаще и точнее попадал. Второй раунд получился близким. Дулат включился, атаковал чаще, ну и пропускал тоже. 10-9 у четырех из пяти судей. Дулата в последнем раунде спас бы только финиш. Это был лучший раунд. Он его забрал, но этого не хватило. И сразу скажу... Судьи отработали нормально. Жаловаться в этом весе на судейство мы точно не можем, в отличие от двукратного олимпийского чемпиона Руниеля Иглесиаса. Кубинит в черте в финале вылетел как раз таки от Асад Худжи. Серебро хороший результат для Дулата. Еще есть, я напомню, впереди Азиада. Где можно взять реванш. 28-летний Биг Бауов из Тараза он раскрылся довольно поздно. Еще 10 лет назад Дулат впервые боксировал на чемпионате Казахстана. Но прорыв случился только после изменения весов у Иба. До этого Биг Бауов проигрывал тому же Шимбергенову и Аблайхану Жусупову в категории 69 килограмм. В 21-м году впервые стал чемпионом, а уже в 22-м дошел до финала Кубка Странжа и привез серебро с чемпионата Азии. И вот серебро чемпионата мира. Сейчас, наверное, Дулат расстроен, но пару лет назад, думаю, и не мог о таком мечтать. Золото еще впереди, бро. ЖБ, не расстраивайся. Во второй день финалов у нас было 3 золота за 3 боя. Настоящая пушка. На самом деле с тревогой начинали мы день, потому что два из трех соперника представители Узбекистана. Но зря надумал. Все было, по сути, нормально. Начинали с категории 54 килограмм. Махмуд Сабархан провел, возможно, лучший бой всего турнира. Не только собственный, не только в составе сборной, а вообще среди всех участников чемпионата. Что Махмуд творил в финале против Уйбека Джураева, это просто высший всяческих похвал. Это высший пилотаж. Это Тамаша. Это Керемет. Это ТО. Моей боксерской аналитике хватает лишь сказать, что в этом поединке Махмуд сразу перестроился на работу первым номером. Раз за разом он наказывал за ошибки Джураева. Уйбек, как мне кажется, перегорел и очень субурно действовал. Ну или Махмуд заставил его так биться. 2 с 18 после второго раунда превращали третий раунд в формальность, но что выдал Махмуд? Два нокдауна. Еще раз напомню, два нокдауна в финале в битве за золото против хозяина ринга на заполненной арене. Ёп, красавчик, внутри машины, брат. 21-летний Сабархан теперь двукратный медалист чемпионата мира. Мы помним, каким расстроенным он был в Белграде после финала. В Ташкенте он не допустил тех ошибок. Лично для меня лучший боксер турнира. Я небольшой боксерский спец, но тоже под впечатлением от его техники. Реально машина. О Сабархане болельщики бокса узнали еще в 17-м году, когда уроженец Шимкента впервые выиграл юниорский чемпионат Азии. Потом он станет первым трехкратным чемпионом Азии среди молодежи из Казахстана. Могла быть в карьере Сабархана и Олимпиада. Он победил Сакена Бибасынова на чемпионате Казахстана. Но тренеры выбрали в итоге Сакена и он вернулся с бронзой. В казахстанском весе золото чемпионата мира уехало. В Казахстан 71 килограмм чемпион Асламбек Шимбергенов. В финале победил узбекистанца Саиджамшида Джафарова, двукратного чемпиона Азии и бронзового призера прошлого чемпионата мира в категории потяжелее. Здесь ключевым стал первый раунд Асламбек. Забрал его очень уверенно 10-9 на всех карточек судей. Плюс визуальные эффекты. Расквасил нос сопернику Муруна. Тихо. И вообще попадания сильнее были как раз таки у Шимбергенова. Супер, что сразу начал работать первым номером. Второй и третий раунд больше запомнились кринчами и остановками, чем боксом. Был не бой, а что-то наподобие драки, которая все никак нормально не начнется. Не сочтите за критику, но Джафаров, как мне кажется, слишком перегнул с попытки грязнить и уже не смог перестроиться. Для 29-летнего Шимбергенова это был второй чемпионат мира. И в Белграде и в Ташкенте он был капитаном сборной. В индивидуальном виде спорта это такой мостик между командой и тренерами. В Белграде Шимбергенов запомнился победой над титулованным Шахрамом Гиясовым, но остался в итоге без медали. Проиграл будущему чемпиону мира Юрию Захарееву из Украины. Долгое время Шимбергенов был вторым номером сборной. Проигрывал конкуренцию Данияру Иреусинову и Абалайхану Жусупову, но зато ярко проявлял себя в составе Астана-Орландс. Кажется, это там он наработал свои фирменные нокдауны. Ташкент стал для Шимбергенова и для нас особенным на церемонии награждения. Асламбек не сдержал слез. Это так гордо было смотреть, братан. Потому что у меня сердце тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут еще и фактор гимна, естественно, сыграл свою роль. После награждения Ташкенба и организаторы прервали гимн, но в нашем ташкентском зале допели акапелла. В итоге это превратилось в традицию после каждого награждения. И каждый раз это вызывало, естественно, мурашки. Ну, мы записываемся после. Эй, мурашки, стойте. Стойте ее. Короче, впечатлило. Если была бы номинация «Самый прогрессирующий боксер сборной», то за чемпионат мира ее получил бы 22-летний Нурбек Оралбай в категории 80 килограмм. Нурбек был топом на молодежном уровне. Выигрывал чемпионат мира. Но на взрослом уровне ему понадобилось время, чтобы заматереть. В прошлом году Нурбек взял бронзу чемпионата Азии, а в Ташкенте прошел чуть ли не самую тяжелую сетку. Чемпион Азии в чередфинале, бронзовый призер Олимпиады в полуфинале. В финале был особенный бой против казаха из Китая Тохторбека Танаткана. Нурбек уверенно победил. Теперь ждем, когда заматереет его брат-близнец Айбек. Он тяжеловес, был чемпионом юношеской Олимпиады. А в Ташкенте не повезло просто сеткой. Попал на финалиста двух чемпионатов мира. Танаткан был не единственным казахом других сборных золота. В категории 63,5 килограмма взял Руслан Абдулаев из Узбекистана. Три года назад Руслан становился бронзовым призером молодежного чемпионата Казахстана. Но был вынужден вернуться в Узбекистан из-за пандемии и других обстоятельств. Мы это говорили в предыдущих двух выпусках. Скажем еще раз, куда смотрели? Куда вы смотрели, у нас было бы 5 золотых медалей. И одно серебро. Тема же, тема. У нас в этом весе на чемпионате мира выступал Санатарит Альтаев, который вылетел в 1 из 16 финалов. За Китай выступал еще и супертяж, да набег Байгазы остановился он в шаге от медали. Был еще казах в составе сборной Монголии Бекнур Кали. Он проиграл в первом бою. Кроме того, на чемпионате мира 2023 два бывших боксера сборной Казахстана представляли другие сборные. Азат Махметов, 52 килограмма Бахрейн. Энвер Музафар. Та же категория сборная Турции. Энвера мы должны знать по имени Анвар Музафаров. Ну что, вот такие вот итоги чемпионата мира для нас. В общекомандном зачете мы заняли второе место. Первый, конечно же, Узбекистан, с чем мы, по сути, их и поздравляем. Без приколов, без смехов и так далее. Реально поздравляем. Молодцы. Перед четвертьфиналом я и не мог мечтать о четырех золотых медалях. К счастью, судейских ошибок против нас после этой стадии уже не было. Сборная точно требуется обновления в нескольких весах. Чемпионам точно не дадут расслабиться. Осенью ждет Азиада, где разыгрываются лицензии на Олимпиаду в Париж. В Ташкенте лицензии не было из-за конфликта ИБА и Международного Олимпийского комитета. Что-то у них там вот так не получается. Ну и напоследок. За наших чемпионов и дулата можно порадоваться вдвойне. Вернутся они домой с нормальной такой суммой. Призовые от ИБА 200 тысяч долларов за золото, 100 тысяч за серебро. Призовые от президента Казахстанской Федерации бокса олигарха Кенеса Ракишева 100 штук долларов за золото, 50 за серебро. Плюс есть премия от государства золото 15 тысяч долларов, серебро 7. Итого каждый из четырех наших чемпионов получит 315 тысяч долларов. Ну а дулат получит 157, что тоже в принципе неплохо. Естественно 1000 долларов. На сегодня все. С удовольствием прочитаю ваши эмоции от чемпионата мира в Ташкенте. Пишите, кто вас удивил. Мы все прочитаем. Ну и пишите, кого бы вы убрали из сборной. Подписывайтесь на спорт Шрёдингера в Телеграм и Инстаграм по-братски. Обязательно здесь тоже подписывайтесь. Цель серебро. Серебро тоже, как у дулата. Алга Казахстан. Мы обязательно возьмем еще золото. Мы кнопку будем первыми в командном зачете. Боксеры наши, красавчики. Вы тоже, пацаны, красавчики. Я сегодня видел пацанов шоу, как смотрели, сидели и болели за наших пацанов. Короче, чемпионат мира по боксу порадовал. Золото у нас есть. Проблеск есть. Свет в конце тунеля. Есть. Париж. Берегись, блядь. Мы идем. Казахстан Алга. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok